привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий который вновь решил вернуться к игрушке choice of life для того чтобы посмотреть смог ли бы наш король одержать победу над южанами без участия серпантины смог бы или нет этот вопрос меня мучает и мучает и чтобы он меня совсем окончательно не замучил я решил посмотреть на это вместе с вами загрузить последнее сохранение мы где-то рядом с ущерием ну не рядом но наверное как раз после того как собрали войско небольшое могли бы больше но то что получилось то и получилось идем на юг идем на юг и постараюсь сделать все чтобы серпантина за мной не увязалась но тут какая-то случайная встреча по дороге вы натыкаете с нодерзко к мертвых христиан похоже они везли что-то на телеге которая теперь пуста двигаться дальше осмотреть округу кто-то хорошо замел следы и вы ничего не нашли вероятно где-то в округе орудует шалька разбойников их лагерь может быть неподалеку в лесах прочесать лес вы потратили много времени глубине леса и правда оказался лагерь разбойников и насчитали около 15 их хорошо вооруженных человек и одного закованного влад а атаковать в лоб нет окружить ваши гвардейцы напали с разных сторон главарь не смог организовать своих людей и вы одержали легкую победу вот так прочаса в лагерь вы нашли множество награбленного добра отправить торику раздать крестьянам в деревне раздать крестьянам деревне вот это да и корона и сердца ничего себе вот эта встреча благодарность деревенская повитуха за что было ваши раны обновленным выдвинулись дальше путь очень хорошо очень хирус очень хорошая случайная встреча вот таких бы встреч побольше и так достаточно войска постараюсь все то что мы делали делать быстро если у меня конечно это получится последнее приготовление в поход команда в поход и вечером этого дня в лагере решили устроить небольшое гуляние шут 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 по моему шут ты у меня забрал корону когда я сказал какой еще последний кину монетку 4 шут поклонился так низко что удалился лбом о землю ваше окружение позабавилось и авторитет вырос вы совершили последнее приготовление у себя в шатре и вот сейчас сейчас до выход серпантины думал ускользнуть от без не почему-то не в замке сегодня сегодня сейчас мы идем без тебя утомили эти пиры это опасно а в замке скучно ладно уговорила пока что уговорила и так вы повели армию через ущелье не торопиться ускориться я тогда не торопился и это было хорошо поэтому я наверное так сейчас и сделаю вас печет солнце зато разведчики успели обнаружить засаду южан путь свободен есть идет третий день похода по изнуряющей жире обойти деревню дать армии отдохнуть дам армии по моему я так и делал солдаты делают привал и осматривают местность обыскивать деревню пробовать воду напиться нет идти дальше кто знает что там на дне потому что да мы то знаем мы пили мы пробовали и сердце было минус среди обгорелых развалин домов мелькнула тень не обращать внимание поймать а подожди но это приведет нас туда но мы узнаем историю серпантины но может быть давай попробуем не обращать внимание вы продолжаете поход до наступления ночи вы оказались в узком месте окруженным отвесными скалами сверху слышны воинственные крики из темноты летят стрелы у а такого не было или было всем атаковать отчаянно бежать вперед сверху сверху отчаянно бежать вперед ну да с одной группкой лучников удалось разобраться но стрелы все еще летят со всех сторон ваш отряд деморализован ждать подкрепление биться до последнего ждать подкрепление войны подняли щиты стали дожидаться подмоги это переломило исход боя среди простых лучников возвышается элитный воин южан блестящих доспехах по-моему такого не было отвлекшись от остальных он движется на вас помогите нет нет иди сюда вот так вы громко и воинственно ругаетесь чем поднимаете боевой дух солдат закованный влад и враг несется на вас ломя голову реагировать нужно быстро он в латах закован принять таран ни в коем случае выставить меч нет уклониться болин это не надо было делать откидывает в сторону рыцарь заносит над вами вручный меч в мощном ударе удар по ногам все рип ну как так вы действительно умер и даже с королями такое бывает как быстро я умер как быстро я умер но у меня все три сердца и после случайной встречи это очень хорошо так ладно как-то с рыцарем не задалось не торопиться наблюдаем армия отдыхает идти дальше поймать не обращать внимание всем атаковать отлично отряд молодых и ловких беспризорников забрался на скалу и расправился с большей частью лучников теперь настоящие войны это теперь настоящие войны они беспризорники с одной лучников дула справа ну тут тук тук ждать подкрепления иди сюда иди сюда вы крепко сжимаетесь меч готовитесь бою но тут рыцарь начинает просить вас сдаться без боя ну ты смотри сколько здесь вариантов вот только буквально минуту назад было одно теперь этот рыцарь ведет себя по другому конечно дерись тряпка рыцарь умоляет не бить его по его словам матушка расстроится если увидит следы побоев на его одежде плевать на твою матушку ладно рыцарь воспользовался вашим вот тогда рыцарь ликует он обдурил самого короля служи мне на мгновение рыцарь задумался вы не упустили такую возможность не нанесли по подлицу удар окончивший поединок вот так 11 южанин слезно молит о пощаде пощадить добить пощадим ладно вы взяли пленного которого теперь надо еще и кормить ну что сделать впереди крепость южан доброта доброта такие плещется обсудить планы который позвал вас александр взглянуть на грубо нарисованную карту местности как будем действовать подходы крепости узкие штурм рискованную осаждать эту крепость долго нельзя уже не наверняка ждут подкрепления будем осаждать крепость вы окружили все подступы крепости через несколько дней над ней поднялся белый флаг южанин я комендант этой крепости мы готовы сдаться если вы нас отпустите действуй обмануть действовать честно вы взяли южан в плен до окончания кампании крепость ваша за крепостью оказалась открытая местность вам предстала картина бескрайних степей юга мы да аж просто главу глаза выжигает это пустыня продолжить поход серпатина зовет вас на склон с которого открывается вид на степи всю дорогу хотела тебе рассказать эти месте вызвали у меня ощущение что я была здесь когда-то знаешь дорогая мы продолжим поход полководцы доложили что армия готова выступать столица проход в скалах а ну это мы вернемся туда да нет мы ну я не знаю на самом деле может быть и проход скалах надо настолько узкой что пройдет столько маленький адра отряд продолжить разведку нет 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 у меня нет карты поэтому я там заблужусь хотя я знаю направо да на то есть налево один раз и два раза направо было так я буду наступать ваши войска разбили лагерь недалеко от главного тракта ведущего в столицу южань торик уже собрал полководцев на совет ожидая только вас посетить александр и торик собрались углам на шатре пора начинать атаку разведчики говорят что к южанам уже идет подкрепление почему немедленно что насчет осады мешался торик если подкрепление успеет прибыть то силы южан превзойдут наши тогда шансы будут против нас александр спокойно не могу братик меня переполняет жажда битвы продолжит совет торик развернул грубую карту местности нарисованную очевидно только вчера осадные мастера работают день и ночь три бушей до лестницы будут готовы к утру атаку следует начать с восточных ворот там толщина стен меньше всего какие силы южан отряд беспризорника произвел вылазку южан меньше примерно в пятеро на стенах толпа лучника перед штурмом необходимо их зачистить вот тут возможно бы мне и по эти не помешали бы орки да хотя беспризорники тоже хорошо справлялись отличный план на рассвете все будет готово милорды братик брать перед боем у меня есть одна просьба позволь мне командовать в этом бою я уже достаточно опин опитен для этого братик ну подожди я сам лидер это получен лидер финальная битва началась как же когда я что буду в стороне смотреть я я шел к этой битве шел к этой битве и задвинул отодвинул в сторону серпантину и что теперь ну в следующий раз братик ты уж прости ваши войска поступили близко к стенам но осадные орудия только пристреливаются и стену пробить никак не удается стоять чтобы осадные использовать лестницы солдаты постепенно вытаскивают длинные лестницы из потайных ворот города выбежал отряд конных воинов чтобы сдерживать штурм вперед на коней а ну назад сдадим назад чуть-чуть ополченцы выставили виллы словно копья остановили конницу прикрыв ваше отступление это правильно молодцы лестницы готовы на все подходы городу под плотным градом стрел что прикажете делать что прикажете делать александр александр нет я сам и я сам дождемся темноты штурмом город нет подожди студенты зал бомб студенты забросали стену бомбами и это вдало эффект оборона столицы дала трещину от очередного залпа требушета укрепление южан дрогнули городская стена пробита все вперед сперва зачистить стены не тороп не торопимся на стенах не осталось защитника вы можете беспрепятственно войти в город наконец ваши войска ворвались в город на них тут же бросились обычные горожане вооруженные чем попало пускай сдаются сражаться чего сражаться вы убили множество мирных горожан с боем и тяжелыми потерями вы прорвались к площади перед дворцом сергию с последними бойцами принял оборону и встречают вас в бой решили сами вступить в бой ваше величество похвально но сейчас вы умрете давай серёга давай дослушать то что там слушать сдержать ярость во время вы вовремя заметили арбалет и резко укрылись за щитом одного из солдат сергию делает ноговой странное движение рукой спрятаться но странная очень это был сигнал к атаке ах вот со стен дворца вас полетели стрелы но вы успели укрыться за широкими щитами бойцов ничего себе интуицию не подвела что нужно иногда все-таки и прятаться началась стычка ваших бойца бойцы дерутся с элитной стражей южан а сергию сергию рванул на вас с мечом наперевес спрятаться зачем-нибудь рвануть к сергию блин вот это рванул а рванул аж надорвал сердце черт ваша кровь окрасила мои доспехи сергию ликует и достает второй меч теперь он машет ими перед вашим носом и делает замысловатые движения кинуть камень что это что это за бой что это за бой кто так дерется кто так дерется ну вот ну вот ну что опять все сначала ну зачем ладно постараюсь это все быстрей беспризорники отличный план я сам конечно сам и так лестницы используем назад бомбы зачистим сражаемся в бой сдержать ярость еле-еле сдерживаемся спрячемся и вот тут вот тут вот тут надо аккуратней спрятаться зачем нибудь все равно вы наивно полагали что вы спрячете за бочками на сергию развеял ваши иллюзии несколькими уколами меча опять не так ждать пока ошибется в один момент он действительно ошибся и задел мечом сам себя вы даже хихикнули камень требушейда приземлился прямо перед вами так что вас завал повалило на землю а зверейший противник летит на вас перекатиться ждать чуда не получит перекатиться вы сделали резкое движение откатили сторону сергию втыкает мечи в место где только что лежало ваше тело оба меча застреляли в земле и он тщетно пытается их достать ударить руки один выбор теперь у противника всего одна рука одна сергию продолжает биться ну надо дать должное сереги обездвижить вторую да теперь у противника нет рук ну что ты теперь будешь делать без рук то ногами будешь беги беги лучше ногами бешеный серьги все равно не дает взять себя в плен и сам сам напарывается на ваше лезвие больше уезжан нет предводителя ну храбрости надо отдать должное конечно сережки он был храбрым южанином но сожалению со второй попытки был повержен объявить о взятии города император титул получен император жители города защищались до последнего бедняжки пришлось перебить почти каждого гражданина горожанина столица южан захвачена ваша компания окончилась победой но какой ценой окончить войну прошло полгода с момента захвата юга вы благополучно вернулись замок главный советник несет последнее известие выслушать доклад виктор ваше величество у меня плохие новости на временного наместника на юге было совершено покушение необходимо назначить кого-то нового ну я не знаю где был аббатур все это время но я знаю что сашка был со мной поэтому александра брата братика моего которому не дал командовать я назначу мой король но вы же понимаете что и он долго не протянет южане не признают вашу власть нашу то есть и не станут подчиняться выполняй получено достижение император вы захватили все известные земли юга и провозгласили себя императором любой восстание южан вы подавляли кровопролитием и до конца жизни держали власть с помощью силы и устрашений вот такая бы была бы у нас судьба если бы мы не слушали серпантину могла бы но у нас все было по-другому на этом все после вашей смерти хрупкая империя развалилась и погрязла в междоусобных войнах да ну тут конечно все печально все печально все таки должна должна участвовать дипломатия чтобы на долгие на долгие годы без по обеспечить процветание нашим землям ну что ж могло бы быть и так зато теперь я спокоен спасибо что смотрели этот отрывочек и пока пока до новых встреч пока